Пока они нас не слышат, вот что хотел бы сказать. Когда рядом с моим домом начали строить большой жилой комплекс, смотрел на него и думал, ну что же вы, господа строители, некоторые балконы оставили незастекленными, а те, что застеклили, сделали целиком прозрачными, в том числе ниже перил. Ну и в итоге, что мы имеем? Неплохой, наверное, по задумке симпатичный жилой комплекс, теперь местами напоминает скворечник, потому что люди далее стеклили балконы кто во что гораст. А в общем и целом по фасаду мы имеем витрину, в которой выставлены верхние вещи, нижнее белье, велосипеды, ну и все прочее, что принято сушить или держать на балконе. Об архитектуре спальных районов говорим мы сегодня в программе «Круг вопросов». Здравствуйте. Здравствуйте. И я представлю наших гостей. Итак, сегодня в нашем круге Николай Цетт, глава администрации Приморского района, Дмитрий Синочкин, шеф-редактор издания недвижимости и строительства Петербурга, Максим Цыплухин, начальник отдела строительства и землепользования администрации Невского района, и Сергей Орешкин, архитектор, член правления Петербургского союза архитекторов. Итак, здравствуйте. Сегодня речь у нас пойдет об архитектуре спальных районов. И почему мы об этом заговорили? Потому что есть ощущение, что к архитектуре спальных районов мы относимся, наверное, как мне кажется, столь же безразлично, сколь чутко и трепетно к архитектуре в центре города. А, кстати, любопытный факт, когда погружался в программу, районы, в которых живет большая часть нас с вами, то есть спальные районы, так называемые, условно очень, но вот в какой-то среде условно называется Ленинградом, ленинградской частью Петербурга. Итак, вначале предлагаю посмотреть небольшую такую зарисовку о том, как эта самая ленинградская часть Петербурга строилась, начиналась и возводилась. Сотни тысяч квадратных метров жилой площади получают трудящиеся нашего города ежегодно. Новые жилые кварталы выросли на Носком шоссе, Московском проспекте, Щемиловке, Малой Охте, во всех частях Ленинграда. Параллельно со строительством идет благоустройство новых районов. Улицы покрываются асфальтом, открываются комбинаты бытового обслуживания, десятки промтоварных и продовольственных магазинов. В 1976 году в Ленинграде было построено 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади, почти в 10 раз больше, чем в 1936 году. Так подкрепляется делом право граждан СССР на жилище, зафиксированное в статье 44 проекта новой Конституции. Строят больше и лучше. Архитекторы 16-й мастерской института Ленпроект, который руководит Илья Николаевич Кусков, создали дома 137-й серии, хорошо зарекомендовавшие себя у ленинградцев. Удобная планировка, встроенная мебель, отличительная черта новых домов, которые построены и строятся во многих районах города. В 10-й пятилетке дома усовершенствованных серий будут освоены также на конвейерах домостроительных комбинатов. Итак, к чему мы это показали? Ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это отвлекается с днем сегодняшним, по крайней мере, та же 137-я серия, между прочим, отличная, на мой взгляд, серия, профессионалы поправьте, если я не прав, прекрасная, замечательная. А во-вторых, очень часто можно услышать в упрек современному строительству, преимущественно в спальных районах, то, что в советское время, в эпоху архитектурного минимализма, наши советские архитекторы в планировках добивались гениальных решений. Лично у меня, мое мнение, вот эти гениальные решения, которые называют, у меня советская архитектура очень часто вызывает в спальные районы депрессняк. Это действительно так, что советские архитекторы в планировках добивались гениальных решений или нет? Давайте у профессионала-архитектора спросим, Сергей Иванович. Ну, наверное, тут такая тема интересная, многогранная, потому что несколько сторон этого вопроса есть. На самом деле, решения были хорошие, работали огромные проектные институты, это не работала маленькая мастерская, 5 человек, делались решения, большим коллективом многое обсуждалось. Более того, как оказалось, у нас был такой небольшой негативный ореол. Помните такой термин распашонки? Это проходная, гостиная и так далее. Она сегодня, вот в нынешнее время, привела термин евростандарт. Евростандарт. Ты говоришь, евроквартира. Но при этом, на самом деле, почему так получилось? Вся Европа так живет. Это не считается критичным, когда туалет у тебя будет прямо. Мы обогнали свое время просто, видится. Да, а вот показали коллегу Кускова, уже ушедшего моего преподавателя, значит, так приятно было это все увидеть, на самом деле. Ленапратовская серия, 37-я, вообще, в принципе, прекрасная серия. Там был маленький-маленький шаг от предыдущих серий, там было 504-я и так далее, и так далее. Знаете, я бы им высказал, честно говоря, по 137-й серии, я бы им высказал претензии, вот этот вход в 137-ю серию, баратная. Давайте уточним все-таки. Если посмотреть на статистику вторичного рынка, в нижней части таблицы самое дешевое жилье – это панельные хрущевки и 137. А можно я вот буквально договорю? Это самое дешевое жилье. Смотрите, интересная там тема. Как только в 137-й серии господин Кусков, группа этого, сделали квадратную большую кухню, появилась многофункциональность. Это называлась такая тещина комната. Ну ладно, мы сейчас ушли с вами в планировки, но все-таки больше о внешнем облике. Так вот, я договорюсь, 137-я серия. Мне нравится, уж Дмитрий, по планировкам она мне нравится, но вот этот вход, в который невозможно занести небольшой холодильник, ничего, я бы, конечно, подумал. Николай Григорьевич, вы глава района, в котором, в общем-то, уживаются, ну как уживаются, один из самых динамично развивающихся, уживается и советская архитектура, достаточное количество, и уже российская архитектура, но в России, вот вам, что больше нравится, и согласно мне с утверждением, что в советское время планировки были намного лучше квартальной, нежели чем сейчас. Ну, я вам скажу так, что начнем, начнем с терминологии. Мне совершенно не нравится слово «спальный район», и тем более «приморский», сегодня он далеко не спальный, это, я бы сказал, деловой, активно развивающийся район. Спальный район все-таки, он больше негативный, канаданцы. А вот давайте то, что мы вернем все-таки, вообще, к многовартирным домам, к этой теме. Да, вопрос планировки, вопрос жизненного пространства, вопрос, как там человек себя будет чувствовать, комфортно, некомфортно. Наверное, тот период, когда строили, определенные задачи вне сутоке решили, потому что нужно было обеспечить людей жильем. Насколько комфортно, как это удалось, но, понимаете, ведь, кроме того, что существует архитектурная мысль, но есть еще же вопросы бюджетного характера, есть вопросы финансирования, и здесь, конечно, должно быть сочетание. Но что характерно, что сегодня как раз наши городостроители, архитекторы решают очень важную задачу, и я вижу это происходит у нас в Московране, решается еще жизненное пространство рядом, там, где люди живут. Это, конечно же, благоустройство, потому что, когда человек выходит из своей парадной, то ему, конечно, хочется видеть и прекрасный двор, и какие-то элементы определенного, так сказать, ландшафтного дизайна. У нас есть ряд компаний, которые замечательно нарешают. Вам в сравнении современное больше нравится, да, либо все-таки советского периода? Вот то, что некоторые называют гениальными планировочными решениями. Ну, я вам скажу, что, конечно, современное жилье лучше. И с точки зрения планировки, и с точки зрения, так сказать, его комфортно-минственного проживания, оно лучшее. Давайте посмотрим на экономику. У нас правила игры сейчас диктует девелопер в рамках нормативов, которые приняты на региональном уровне, на уровне города. Девелопер получает деньги с квадратных метров. Его задача – посадить как можно больше. Там, в квадратных метрах, отведенный ему гектар. Как можно больше. Комфортность проживания и пользовательские, покупательские симпатии возникают от двора. Чем хороша советская архитектура? Они формировали дворовое пространство. Они формировали какой-никакой уют. Хрущевские дворы до сих пор отлично выглядят. Вот этого нет, потому что для девелопера это не производительный расход площадки. Он сделает благоустройство, которое ему предпишут. Конечно. Нет, был период, когда не было. Я понимаю, по минимальному, по остаточному принципу. Чем меньше он будет это делать, тем больше он получит доход. Вот эта вот диктатура девелопера, диктатура экономики редко позволяет быть дворовой. Но, в конце концов, Дмитрий Игоревич, ведь девелопер действует в тех правилах. Вот во всем мире и у нас тоже наблюдается очень интересная тенденция последних лет. Само по себе жилое пространство собственности сокращается и возрастает требование к тому, что вокруг. То есть, мы идем к маленькому собственному жилищу с очень богатой инфраструктурой в ближнем радиусе. Но я вам хочу сказать, что частично я с вами согласен. Стоимость квадратного метра, конечно, девелопер, для меня самое главное, это прибыль. Но сегодня, я вам скажу, без решения вопроса внутреннего пространства, то, что мы говорим, внутренних территорий благоустроенности, невозможно сегодня согласовать проект. Это просто нереально. Да и продать невозможно. И продать невозможно. И у людей совершенно иные сегодня требования. Я вам хочу сказать, что когда ко мне приходят застройщики крупные, они у меня все в районе. Я сразу говорю, ребята, если внешний облик будет как-то не поменять, он не будет более красным, более привлекательным, я говорю, и не будет в проекте предусмотрена возможность красивого благоустройства, а там решения должны быть вопросов разных, в том числе и должны быть внутренние пространства, где жители могут собраться на Новый год, елку поставить во дворе. Очень важный момент. Максим Владимирович, кто определяет в нашем городе, как должно выглядеть новое здание или новый квартал? Ну, определяет, во-первых, архитектор, главный Григорьев, так как входит это в его полномочия, так согласование сейчас архитектурно-городостроительного облика, напрямую связанное с ним, без этого согласования не получить градостроительный план на земельный участок. И потом сегодня еще что-то выше 40 метров, все на градсовете. И все на градсовете. Еще высотность определяется... Вы знаете, я сейчас даже не про нормативные какие-то вещи говорю. Там есть, наверное, по горизонтали плотность, по вертикали высотность. Вот я про эстетическое восприятие. Вот опять же, я в начале программы говорил о том, как рядом со мной построили жилой комплекс, и половину балконов оставили незастекленными, но скворечник скворечником, и я вижу там все, извините, полотенца, трусские носочки, которые висят, сушатся на этом балконе, потому что он прозрачный, вот это кто определяет? Это определяет проектная организация совместно с застройщиком при начале строительства. Мы, когда делаем рисуем что-то, у нас нет этого скворечника в проекте, у нас все чисто хорошо. Потом, когда проект передается после госоростройнадзора в эксплуатацию, дальше наступает тишина. Нет органа контроля, чтобы какой-то собственник не застроил лоджию, не поймешь с чем. Ведь это же прогнозируемо вполне, что незастекленные балконы застеклят. И это будет выглядеть не очень хорошо. Вот в Европе за такое деяние штрафы тысячи евро. Тысячи евро. Это доход в бюджет. Застеклил, убери, восстанови фасад и заплати штраф. Все. Ничего не будет, никто ничего не будет делать от проекта. Все будет нормально. Хотелось бы, чтобы все-таки город бы этим занимался. Эстетика категории относительная. Понятно. Это вопрос. Надо очень внимательно смотреть, как складывается эстетическое представление. Петербургцы ушиблены городом, причем старым городом, центром. И это, конечно, переносится и на восприятие новых кварталов тоже. И требования у нас внутренние другие. Ну, кстати, говорят, даже в старой части города, в памятниках, стеклят лоджи. Я могу назвать примером в центре, когда люди делают пластиковую лоджию на балконе исторического здания. Но они должны согласовать с ГИОПом. Да никогда не согласовать, потому что это памятник. Контроль с чьей стороны? Администрация района. Когда мы говорим о том, что существует такая проблема, да, то есть лоджия застекленная, а по проекту она должна быть не застекленная. Или наоборот, окна по проекту должны быть белого цвета, а у кого-то белого, у кого-то коричневого и так далее. Конечно, эта проблема существует. Но я вам скажу, что в любом случае, для того, чтобы ее решать кардинальным способом, нужно подходить ко всему системе. Значит, нужно вносить определенные изменения в законодательство, определенные части. Соответственно, должны быть определенные полномочия контрольно-надзорных органов, которые могут недобросовестных определенных наших граждан заставить привести их в первоначальное состояние, таким, каким оно должно быть. Вот у меня у вас вроде построен большой жилой комплекс «Хай-Тек-Сити». И от нашего проекта, который прошел экспертизу, в котором я вложил душу, много рисовал, народ поменял половину лоджий. Убрал, добавил, там что-то еще. Ну, вы понимаете, если... Вот что делать архитектору? Смотрите, давайте немножко по-другому. То, что касается народа, то я всегда за народ. Даже если они перестеклят весь дом, потому что, значит, мы чего-то недоработали. Если ты въезжаешь в дом, в котором все хорошо изначально, и эстетически, и лоджия застеклена уже, ты ничего менять не будешь. А для того, чтобы точнее понять, что я имею в виду, кроме этого, я предлагаю сейчас посмотреть нашу рубрику постоянную. Называется она «Обыватель-обозреватель». А Юрий Кондерандо, мой коллега, он человек неравнодушный. Прошелся по городу и, опять же, субъективно посмотрел на город и готов поделиться. Только ленивый не знает, как в народе называется это здание. Правильно, чайник. Вот неужели автору приятно, что забивая в поисковике теги «чайник», «набережная», четвертой строкой выпадает ссылка на это здание. Проверьте, если не лень. Вот лично мне этот дом напоминает некую кляксу, потому что неуместно именно здесь, именно такое здание. Раньше тут было так малоэтажно, так спокойно, по-питерски. Жилой комплекс «Платинум». Да простят мой дилетантский взгляд архитекторы, но мне это напоминает типичную советскую новостройку. Правда, несколько гипертрофированную по своему объему. А еще сверху на один угол поставили зачем-то цилиндр, который только подчеркнул громоздкость и какую-то неуклюжесть этого здания. Взяли все, отделали серым серебристым материалом. Платином же. Хотя, на самом деле, этот серый материал больше напоминает дешевый пластик-90. А раньше здесь была спокойная линия домов, подчеркивающая красоту Невы и нашего питерского неба. Комендантская площадь. Вроде бы как застроенная, да и образована недавно. И можно было бы учесть массу различных нюансов. А нет, проспекта испытателей не видно из-за летающего гроба. Так хочется спросить, где там лежит царевна, которую надо поцеловать? Да и вообще, ну нет тут ни одной перспективы. Потому что в центре поставили вот это осиное гнездо. Зачем? По какой такой эстетике гармонии его поставили вот именно здесь? А уж говорить про традиции петербургского градостроительства, ну и вообще не приходится. Вот и получается, почтовый адрес есть, площади нет. Ах, Юрий Михайлович, образный у вас язык и злой. Ну, то, что называют чайником, я обсуждать, может быть, сейчас и не буду. Это вы о банке Санкт-Петербурга говорите? Да, о банке Санкт-Петербурга к тому, потому что это все-таки казенное здание, скажем так, офисное. Да, вот что касается второй позиции, это жилой комплекс Платинум. У вашего корреспондента совпало мнение с мнением и архитектурного сообщества, и города, и горожан, в общем, всех. Этот объект оказался неудачным. Ну, как вот такое? Появилось неоднозначное здание тогда? Нет, ну, смотрите, на этом проекте очень хорошо видно изменения, которые за последние годы произошли. Этот проект проектировался в конце 90-х, в 2000-х годах. А рядом есть дом, называется «Четыре горизонта», который проектировался недавно совсем. Он ниже этажности, у него качественный фасад кирпичный. Кстати, проектировал его наш нынешний главный архитектор города, Владимир Анатольевич Григорьев. Значит, и это ниже по этажам, это пока еще совсем другой проект. Жителям нравится, городу нравится, всем нравится. А Платинум рядом характерно показывает, как не надо строить. Вот масштаб, высота, качество материалов. Очень низкое качество материалов. Но вентфасад-то они все равно применили в то время начала. Гранит такой недорогой. Такой китайский. Здесь же еще очень момент такой тонкий. У каждого архитектора стоит представление. Есть среднее понимание. Вы понимаете, архитектор живет в этом городе, и на его творчество потом этот город и смотрит. Представление-то у него, конечно, есть. А вот здесь как раз, я же мысль-то не продолжил. И понятно, что когда архитектор выносит определенное свое проектное решение, вот здесь как раз и нужно иметь возможность для того, чтобы подправить, подсказать, обсудить и сказать, что это входит в концепцию города, не входит в концепцию города. Не были на городсовете. Если бы проект Платину попал на городсовет, я вас уверяю, он бы его не прошел. Это был период? Это был момент, когда можно было пройти без городсовета. Момент долгий. Там были споры в городсовете, его понижали. Нет, так вот я-то... Корректировались. Мы с вами дали закончить. Вот сегодня как существует городсовет для того, чтобы подобное решение сегодня невозможно было на практике реально существовать. Понимаете? Дебаты Жаркина... Очень сложный такой компромисс, потому что архитектор, вынося проект на публику и на обсуждение экспертов, все-таки должен видеть, как он будет восприниматься через 10, 20, 30 лет, с одной стороны. А с другой, он не должен выбиваться из архитектурной традиции. Он может быть достаточно привычным. Сейчас сильные архитектурные решения, они все спорные. Это нормально. Что Лахта-центр? Ну, вот вопрос, кстати, качества. У нас, если мы говорим правильно, есть еще две вещи, которые связаны. Конечно, внешний вид, планировка и качество. По качеству, я могу сказать, что у нас есть ряд компаний, которые все-таки делают качественно. Прогресс очевидный. И каждым годом прогрессы выше. Они прогрессируют. Реальный прогресс. Ну, я могу сказать пример, что, например, от того китайского керамогранита, который был на платинами, там, все отказались. Это дешевый, квадратный, 600 тысяч. Ну, вот, в принципе, видите, наш обыватель-возрыватель оказался прав по поводу хотя бы стоимости отделочного материала. А есть наука. А я еще одну, все-таки, вам цифру подскажу. По данным Росстата, в Петербурге самая высокая стоимость строительства среди всех городов миллионов. Это большой вопрос. Выше нас только Сахалин и Ямала не нет. Есть еще один, кого гордиться. Москва строит дешевле. Чем гордиться? Может быть, у нас дорогие кадры? У нас, может быть, дорогие кадры, возможно? Я не знаю. Москва 54 тысяч за квадрат, у нас 60 с лишним. Данные Росстата не знают. Здесь еще надо не забывать, что застройщик, когда строит, он еще социальную инфраструктуру обеспечивает в своем квартале. Не надо забыть, что приличные застройщики, все, когда возводят комплексы на своей территории, обязаны построить и школу, и садик, и кабинеты врачей. Не обязаны, скажем, трое. Хотелось бы, чтобы они построили. И многие идут на это. Как правило, город выкупает эти объекты? Нет, не всегда, но выкупает. Но я-то знаю, что у меня в районе... Если я правильно помню Конституцию, у нас здравоохранение и образование – это все-таки обязанность государства, нет? Я вам более того скажу, смотрите, вот мы затронулись социальной... Вы не ответили. Нет, нет, сейчас, секундочку. Вот я все-таки вернусь к предыдущему нашему разговору. То, что касается социальной сферы. Конечно, как вы себе представляете, строить, застраивать многоквартальное жилье без решения социальных вопросов? Это невозможно. И, конечно же, социальные вопросы должны быть в первую очередь. Потому что у нас, когда жители... Ведь это интересно саму застройщику. Если социальной сферы нету, он жилье не продаст. Это чья обязанность? Да, слушай, ну это закон. У нас нормативы предусматривают это все делать. А кто делает? В квартале должно быть. Это правильно. Должна быть обеспеченность. И город строит, и инвестор строит, и частично город объекты покупают. Мы повесили на девелопера социалку, у нас будет чуть-чуть... Ну, я вам скажу так, касательно того, где жилье дороже, а где дешевле. Все равно это не предмет нашего сегодняшнего здоровья. Почему? Потому что для того, чтобы полноценно говорить, нужно иметь полный анализ. Вообще сравнить анализ... Для этого достаточно здравого смысла. Чем большим повесим социалку на девелопера, тем меньше он будет внимания уделять архитектуре и планиров. Медя, ну не так ситуация. По остатковскому принципу. С другой стороны, знаете, тут, в принципе, можно действительно долго спорить об этом. И, в общем-то... О чем спорить, смотрите. Правда где-то посередине, правда где-то посередине. Если город опоздает со строительством школ или детского сада, то застройщику будет... Смотрите, еще раз. Последняя цифра, которая звучала в обсуждении. Вице-губернатор Игорь Албин хотел бы, чтобы фонд социальной ответственности застройщиков 11 тысяч на квадрат тратил на социалку. Последняя цифра, которая была официально оглашена. За счет чего? За счет повышения цены на жилье нельзя не будет покупать? За счет упрощения решений качества и архитектуры? Дмитрий, ну я практик, например. У меня есть текущие 10 проектов, у меня вся социалка город выкупает. Все школы, все сады в моих проектах. Все выкупают город. Давайте вернемся все-таки внешнему. Я возражу. Я вот в Невский район адресую. Вот в список, как странные, диссонирующие, попали жилые комплексы. Мегалит на Неве. И жилой комплекс Александр Невский. Слушайте, можно это вклинив. Смотрите, Мегалит. Проект довольно-таки известный мастерской Герасимова. С точки зрения теории архитектуры, для нас является объектом интересным. Это первый проект, который осветил коридоры межквартирные. Там такие дырки сделаны. Ниши. И это уникальное решение с точки зрения теории архитектуры. Нет, но объект уже построен, введен в эксплуатацию. Люди живут. Никаких жалоб по градостроительному облику нет у них. Крупный, хороший столичный объект. Прилично смотрится. То, что может быть какая-то цветовая гамма чуть-чуть. Тоже авторская. Тоже интересная. Это уже личное мнение архитектора. Ну, тут не знаю. Это мы сейчас про Мегалит. Про Мегалит, да. Ну, а Александр Невский, по-моему, там все. Он, наверное, только беспокоит жителей то, что он до 100 метров. В первых высота. 33 этажа. И стекла. И полностью остеклен. Вот опять вот этого замены стекла. Будет очень большое площадь остекления. Ну, наверное, эксплуатирующие затраты тоже. Их же мыть надо. Стекление. То есть, скорее всего, мыть никто не будет особо. Потому, что большая очень высота. Это сейчас про Александр Невский. Ну, слушайте, смотрится, да. Действительно, такой здоровый зуб среди половых отсутствий. Ну, это вопрос места, где стоит. В отдельных местах надо строить большие здания. В отдельных местах не надо строить. Сейчас еще уже стройка идет. Сейчас Екатерина Великая. Она третий же будет еще. 25 этажей. 25 этажей. Слушайте, подождите. Если там еще Екатерина Великая, то я правильно понимаю, там туда транспорта доедет Екатерина Великая? Так там еще до Александра Невского доедет, а до Екатерины Великой сейчас КРТИ включены в программу ВАИПскую проектирование расширения Советского проспекта и Рыбацкого. Разговоры о градостроительных ошибках. Если вспомнить, то самыми такими заметными и яркими градостроительными ошибками была Эйфелева башня и планировка Парижа по барону Осману. Бугаре было общественного негодового. Вы говорили, что архитектор должен выйти за рамки. Некоторые ошибки потом становятся символами. Коллеги, вас не смущают такие одиозные названия жилых комплексов, которые совершенно безосновательно придают комплексам? Мне нравится, мне в принципе нравится то, как стали выглядеть кварталы новые, вот ЖК Платин, сами сказали, это проект 90-го года, сравнением с началом, середины даже нулевых и тем, что строится за моим окном, вот то, что я вижу, в Приморском, извините, в вашу сторону, реферанс, я живу на вашей территории. Мне нравится, как это выглядит. И то, что у каждого жилого комплекса есть свое имя, обоснованно, необоснованно, но, по крайней мере, это хоть какая-то идентификация. Слушайте, ну там. Я секундочку, я вот более того скажу, недавно я встречался с жителями, одна жительница, она частенько бывает в Америке, то ли родственнику, она вот подошла, говорит, Николай Григорьевич, у нас в Приморском сейчас строят такие, как бы, ну ты хватай застройки, что Америка может позавидовать. Я вам серьезно говорю, это мнение человека, который там очень часто бывает, и там то ли родственники живут, вот она говорит, у нас гораздо лучше это решается. Да потому что новое все. Нет, сейчас все новое, регламентировано, парковки. Кстати, еще одна мысль была сказана, архитектор должен думать, как его проект будет выглядеть через 20 лет. Совершенно верно, только мне кажется, должен думать не только архитектор, как это будет выглядеть, извините, по форме, но и строитель по содержанию стройматериалов. Нет, эта тема очень важная, она обсуждается постоянно. Потому что очень красиво может выглядеть дом, через пять лет с него отвалился облицовка вентилируемого фасада, и что? Ну, это нужно подумать о том, что, например, все основные конструкции имеют срок службы от 30 до 100 лет, бетон, например, да, а вентфасад имеет 15-20. Так, еще одна печальная какая-то новость о том, что как мы будем... Город должен думать, как если мы будем бороться. У нас очень мало времени, очень мало времени, у меня два вопроса осталось. Николай Григорьевич, вам комендантская площадь была у обывателя-обозревателя, да? На мой взгляд, ну, вот мне просто было обидно, когда торговый комплекс, не буду называть имя, выстроил вот этот, на мой взгляд. Я вам скажу свою точку зрения, она может с чьей-то не совпадать, но я думаю, что вот этот переход очень хорошее решение архитектурное. Да, может быть, частично где-то закрывает по нараму. Но с другой стороны, мы же говорим про Комендантскую площадь, но с другой стороны, может быть, где-то надо ограничить пространство и выделить, так сказать, есть как бы спорные моменты, да, вот там кому-то нравится, кому-то не нравится. Я считаю, что принципиально, учитывая, что там вот это была развязка, с авиаконструкторов, там трамваи проходили. Там можно потеряться было. Сложное транспортное место, когда заезжаешь. Такое сложное место, такой объект развитие, мне кажется, это была большая ошибка все-таки, на мой взгляд. Я считаю, что когда... Еще уплотнили среду. Когда вот только принимали это решение, да, была ошибка. Но принципиально, вот то, что сегодня есть, да, я не хочу сказать, что это вот как-то... Ну, не самый такой плохой вариант. Не самый плохой вариант в городе. Нет, вы знаете, согласен, да, согласен. Те люди, кто лет через 20 придут на эту площадь, они же другого не видели. А мне обидно, мне обидно за панораму проспекта Испытателей, в створе которого можно было в хорошую ясную погоду увидеть Светлановскую площадь. Очень мало времени остается, все-таки возвращаясь к архитектурному облику спальных районов. Когда готовился в программе, вот не вспомнил, но попалась на глаза заметка о том, что, по-моему, в 2008 году некая... Вспомните, если скажете, некие кто-то, группа людей предлагали в каждом районе города сделать какие-то выразительные малоархитектурные формы, памятники. Какие-то символические. Не обязательно это какой-то монументальная статуя, там, я не знаю, там Пушкину, Лермонтову, кому-то еще, да. А вот какие-то вот такие вещи. Обратите внимание, мы... Приезжайте к нам по ИМОС-скверу, я вам очень много покажу, что мы за это время уже решили. И Пушкин ушел, маленький сквер напротив метро Черная речка, и опять же у нас много таких зон притяжения, которые мы делаем, говорил, и Крымский сквер, и сквер, значит, История авиации Мациевича. Сейчас у нас завершение уже работы идет. У нас масса таких решений. Я сам, бывает, предлагаю своим заказчикам, говорю, давайте что-нибудь сделаем. Моментально говорят, а давайте и сделаем, что-то построим. Я начинаю знакомиться с народными скульпторами, заслуженными скульпторами. Люди с большой радостью откликаются. Также про ЖК Невские паруса, славянки, они сделали отдельно благоустроенную площадку вдоль берега Невы и своим жилым комплексом. Очень симпатично появилось. В их квартале фишка есть своя. Это, наверное, девелоперы не только названиями стараются выделиться, что там дом с фонтаном, дом со слонами, еще что-то. Эти фишки, которые позволяют идентифицировать и обеспечить узнаваемость комплекса. Здесь очень важны такты, чувства мира и вкус. Спасибо большое, что были гостями нашей программы. Круг вопросов сегодня был в архитектуре спальных районов. Очень хочется верить, что круг этих вопросов, он не замкнутый. Мы не будем постоянно возвращаться на одну и ту же точку. И в конце концов, как, Дмитрий Юрьевич, вы сказали, чувство мира, чувство такты, чувство вкуса, оно пусть постепенно, но верно, пусть оно все-таки побеждает. И тогда мы будем еще больше любить и гордиться своим городом. Всего доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова